Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как сделать мобильное приложение бесплатно. На самом деле интересный вопрос, потому что многие сейчас приходят к тому, что мобильное приложение нужно. Вопрос очень актуальный, и сегодня мы об этом поговорим с Сергеем Сазоновым. Это человек, который разбирается в том, как создавать мобильные сайты, и сайты просто. Он умеет рисовать, умеет разбираться в компьютерной графике, ну и в принципе просто в компьютерах он разбирается, поэтому с ним мы сегодня будем об этом говорить. Сергей. Всем привет! Меня зовут Сергей, и немного о моем собеседнике. Ее зовут Настя, она понимает очень хорошо в маркетинге, и, наверное, так же, как и многие, кто сейчас смотрит это видео, плохо очень понимает в мобильных приложениях, в том смысле, как их создавать на компьютере, то есть программировать. Но зато она очень здорово может создать страничку ВКонтакте или Фейсбук, поэтому если вы такие же, как она, ну и в принципе такие же, как я, в плане программирования, то вам будет абсолютно понятно и интересно это видео. Итак, ну что, поехали? Давайте начнем. Все контакты будут обязательно под роликом, все ссылки, вся информация, наши контакты, вы все сможете найти там. Обязательно, если будет желание, комментируйте, ставьте лайки. А мы начинаем? А теперь давайте пойдем просто в Google и спросим у него, как создать приложение бесплатно, вдруг можно. Есть же такая вероятность? Да, скорее всего такая вероятность есть. Вот видите, уже набран этот запрос. И, ну, не будем далеко ходить, откроем первые, о, вот 10 лучших онлайн-сервисов для создания. Это специально для вас, да. Поэтому второй сайт, прям самое то, рейтинг, как раз много платформ на одном сайте. Давайте прям туда и пойдем. Хорошо. Ну, вот, собственно, 10 плюс лучших онлайн-сервисов для создания приложений на Android и iPhone. Сразу говорю, мы на этом сервисе посидели, потратили довольно долго времени и выбрали несколько вариантов. То есть мы сейчас сделаем краткий обзор по тем вариантам, которые мы выбрали, и потом остановимся на одном и обсудим его поподробнее. Итак, первый, он же первый в списке, Апс Гейзер. Интересный сайт. Перейдем, наверное. Да, вот я на него и перешел. А на руку перейдешь? Его можно только вот перевести. Ну да, вот туда-то. Вот есть вариант начать сейчас, то есть он сразу предлагает. Есть общий минус у всех этих сайтов. Когда ты хочешь что-либо начать, либо попробовать, они сразу просят с тебя кучу полезной информации, чтобы с тобой потом связаться. Лично нам это не очень понравилось. Мы попробовали зарегистрироваться на 3-4 сайтах и ничего полезного не увидели. Можете попробовать сами. Ссылки на эти все сайты и на топ-10 плюс мы оставим в описании. Поэтому в видео ничего много объяснять не будем. Попробуйте сами, посмотрите, как это нам надоело. Поэтому мы регистрироваться не будем. В общем, итог такой. Сайт на английском. Чтобы что-то сделать, надо зарегистрироваться, то есть подписаться на рассылки. И все это куча-куча всего. Ну и, соответственно, никакой первой информации нет. Идем дальше. Что-то такое, знаете, как сайт, на котором вас раскручивают дальше на индивидуальное создание приложения. Да, то есть общее впечатление такое. Далее, еще один менее понятный сайт, он тоже на английском, то есть он переведен, вот видите, да, на русский с помощью переводчика Google. Тоже ничего особо не понятно, причем это был самый, наверное, непонятный сайт из всех, которые мы видели. Вроде бы так вот он рассказывает подробно о том, почему он такой хороший. Но, собственно, чтобы что-то сделать, нужно опять регистрироваться. Регистрироваться мы здесь онлайн сейчас не будем. Идем дальше. Следующий сайт Apps Market Store. Здесь мы зарегистрировались. Здесь, как вы видите, да, почта включена, то есть мы зарегистрировались и, собственно, начали творить. Вот это вот уже вроде как конструктор. Вот здесь дизайн, есть гаджеты, есть настройки. Потому что это прикол вообще просто. Прям по гаджетам. Когда мы что-то делаем, то есть каждый раз возникает окошко, что мы можем помочь сделать вам это мобильное приложение. И если мы поднимемся чуть выше, то вы увидите кнопочку, вот видите, замочки, App Store, и стоит замочек. Чтобы сблокировать App Store, нужно 20 тысяч, и мы создадим приложение для App Store. И потом, соответственно, абонентская плата. Или за то, чтобы создать самостоятельно, нужно платить вот в год почти 6 тысяч, а в месяц, ну, 600 рублей. Фигня. Причем очень интересное наблюдение. Делаешь вот так, и как-то они интересно меняются. Это только вот этот. Это такой сайт, у которого такие ошибки внутри. Ну, может быть, это не ошибка, может быть, это просто. Да, это совсем не ошибка, меняешь в одну. Да, то есть, вот как-то так работает. Это было думано просто. Да. Ну, и да, и кстати, то есть, это для того, чтобы просто разблокировать вариант для App Store. Следующим, например, я хочу выложить сразу на две платформы, и вуаля, получаем то же самое. Здесь, например, услуги по дизайну включены. Мы опубликуем ваше приложение, неизвестно где. Ну, понятно, что в App Store и в Play Market, но непонятно на каком аккаунте. Я думаю, все более-менее... Если ты откроешься, смотри, на Google Play, если ты откроешь, ну или неважно где. Вот. Просто Google Play. Не-не-не, вернись на тот сайт. И нажать на кнопочку Google Play. Мы опубликуем ваше приложение. То есть, обычно, когда так пишут, ну, это, знаете, сами публикуют на своем аккаунте. То есть, фактически, это приложение не ваше, а вы просто его арендуете. Ну, знаешь, знак неплохо. Не знаю, что такое white label. Как это работает. Тут подробно описано, будет... Тут даже fuck you добавлено. Поэтому... Отличный. Отличный сайт. Так. А, хорошо. Ну, свита, тебя занимается разработкой, я не могу вернуться. Я не могу вернуться. Ладно, закончим с этим сайтом. Прямо. Обалденно. Ну, хорошо, мы с ним закончили. То есть, ну, мы и так, понятно. Вот этот сайт, кстати, на пятерочке. То есть, он на пятом месте в этом рейтинге. Ну, вот это самое интересное. Да, здесь уже, то есть, это русский сайт. Его не надо переводить. Список желаний есть, корзин. И, кстати, на нем не надо сразу регистрироваться. То есть, он сразу говорит цену. Это нам понравилось. Вот. 14 дней бесплатного тестового периода в любой, в любом тарифе. Создать оплаченный публикует. Вот. Создавай, оплачивай, публикуй в маркет. Но 14 дней бесплатно. Но создавай, оплачивай, публикуй в маркетах. Итак, первый стартап 900 рублей в месяц. Платформа HTML5 и Android. То есть, создается страничка в интернете. Не знаю, где она будет храниться, правда. Может быть, на их сервере. И создается что-то для Android, которое будет открывать эту страницу. Скорее всего. Кому интересно, проверьте сами. То есть, из опыта, который у меня уже есть, например, на вот этих всех делах. То есть, чуть ранее я проверял такие вещи. Полностью проходил весь процесс. Вы получаете что? Вы получаете оболочку для своего мобильного приложения. У вас есть иконка, да. То есть, его можно скачать. Но, как правило, их сложно опубликовать, потому что там, ну, по многим параметрам они не проходят. Их надо подгонять, 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 подгонять. И этот процесс затягивается. А если вы хотите вообще в App Store опубликовать, то там еще жестче политика для публикации. То есть, наверное, заметили по качеству приложения в App Store, в Google Play, да. И само по себе приложение представляет собой оболочку с подключенным к ней. Вот к каждой кнопке подключен онлайн выход на сайт. То есть, это оболочка с встроенными ссылками. Все. Больше ничего. Ну, единственное, что может быть там привязка по e-mail. Опять же, ну... То есть, фактически это мобильный сайт? Да, это мобильный сайт, который устанавливается на ваш телефон. Так, хорошо. Вопрос. Вот у меня, который сразу возникает, вот в пакете, который за 45 тысяч. Что значит 100 установок на Android? Что это может значить? Ну, обычно, обычно, то есть, мы же говорим сегодня о бесплатных вариантах, но как-то вот в первых запросах бесплатными вообще не пахнет. То есть, хотя я честно писал бесплатные в поиске. Обычно это говорит о чем? Вот, то есть, вы отправили в Play Market свое приложение. То есть, его начинают скачивать люди. И после сотой установки компания вам говорит, хей, а у вас уже приложение раскрутилось, и вы можете платить за деньги за каждую установку. Либо подключается какой-нибудь тариф, то есть, на уровне абонентской платы. То есть, 100 установок без абонентской платы, а дальше что-нибудь допридумают. То есть, там начинаются, там могут начаться пакеты, могут начаться подключение абонентской платы, могут начаться платить платежи поштучно. И в дальнейшем, то есть, сами посмотрите, рейтинг любого более-менее успешного приложения – это 500 тысяч установок плюс. То есть, даже для, в рамках одного города, вот, я живу в Красноярске, это город больше миллиона населения, и в нем даже кафе, которые сделали мобильное приложение год назад, они уже перевалили за планку 10 тысяч установок. Кафе. То есть, сами понимаете, как дорого это мобильное приложение потом встанет, несмотря на то, что вы собираете его, по-моему, сами, да? Они его публикуют в App Store и Play Market. На свое имя, скорее всего. Скорее всего, на свой аккаунт, да? То есть, это привязка к их аккаунту, вы не сможете ничего сделать, не посмотреть статистику в App Store и Play Market, не посмотреть ничего. То есть, все контакты останутся у них, если это так. То есть, нужен вам свой аккаунт в Play Market и в App Store. Для того, чтобы все было нормально. Все функции, опять же, непонятно какие, но, скорее всего, мы нажмем на кнопочку «Создать сейчас» и получим приглашение зарегистрироваться на две платформы. А давай попробуем нажать. Отдаем исходный код. Прям да. То есть, это исходный код приложения. То есть, они его полностью вам отдают, и вы можете делать с ним, что хотите. Типа, менять сами, но если вы не понимаете в программировании, то вы ничего с ним сделать не сможете, придется нанимать программистов. Обновление и поддержка со установок. 10 плюс отзывов. Отзывов. Они вас прокачают на платформах. И без абонентской платы. Но, опять же, до 100 установок. Ладно, создать сейчас. Регистрация. Ну, здравствуйте. Я думаю, что… То есть, фактически… Это все, да, сайты, которые моют? Да, то есть, самые такие интересные и разнообразные. Просто остальные очень похожи на любой из этих видов. Либо ничего не понятно, либо как здесь, либо как где-нибудь еще. Фактически, вот, что мы имеем в своем? Мы имеем два вида сайтов. То есть, те сайты, которые создают приложения для таких, как а-ля мобильная версия сайта, без особого функционала, без каких-то… Ой, а давайте про функции посмотрим. Кстати, функционал, он опубликован. И что мы тут видим? Кастом пейдж. Штмейд. Нестандартная страница. Кастом пейдж. Синфронизация с фейсбук. Синфронизация с инбокс, с инстаграмм. Отлично. Пушаромление. Пушаромление. Я не помню, было написано имя или нет. Куар-купоны. Отлично. Мы подключим вам бесплатный сервис, который можно найти в интернете с десяток штук. РСС канала, как будто это бесплатная штука. Ну да, то есть, если у вас есть сайт, то у вас есть ссылка на РССС. Если у вас встроена новостная страничка. Соответственно, подключение ее это, ну... Держите. Саурс код. А, исходный код, да. Раздел для разработчиков, значит... Отлично. Здравствуйте, просто. Это ревизка. Эта рубрика позволяет создавать рубрику тем для обсуждения. Эта функция позволяет создавать рубрику тем для обсуждения. Uber такси. Создайте свое собственное приложение для такси. Не знаю, можно ли создать Uber, если учитываешь, сколько стоит Uber приложение. Они говорят, что на их конструкторе можно. Конечно. Да. То есть, то есть, то есть, которая сейчас подминает по себе весь рынок такси в мире. Да. Да. Ёлок. Стена. Отлично. Есть. Так, назад. Есть стена. Новостями. То есть, ну, грубо говоря, новостная лента, пока не вырастает в виде стены. Далее. Интеграция с чем? Эта функция позволяет вам интегрировать в WooCommerce, в магазин в вашем приложении. Ну, эта функция доступна только в пакете за 45. Да, но она доступна только в пакете за 45. WordPress. Скажите, пожалуйста, если кто-то знает, что такое WordPress, отпишите обязательно в комментариях. WordPress. Смотрите. Бронирование. Великолепный функционал для того, чтобы организовать простую систему бронирования через мобильное приложение. На всякий случай, есть такая штучка в гугле, она бесплатная, называется Google Forms. Ну, знаете, забейте в Google, вы увидите, что это такое. У всех, у кого есть позиция Google, да, то есть у всех есть возможность создать Google Forms. На базе Google Forms можно делать бронирование. Открою вам секрет. Дальше, ну, можно вставлять видео в ваше приложение. Можно делать видео-обзоры. Это функция видео, функция картинки, функция погода, функция новости. Отлично. Как, значит, что это? Дисконт. Великолепное альтернативное заменение пластиковых карт. Это тоже есть на этой теме сервисы в интернете, я точно знаю. А они, то есть, ну, не фиксируешься, подключаешь их просто и все. Ну, это онлайн сервис, то есть, их можно вставить в сайты, их можно вставить в приложение. Сейчас этих сервисов уже существует немало. Календарь, абсолютно такая же штука. Каталог. То есть, просто написать ВКонтакте нельзя или сделать форму, где клиент вносит ВКонтакте? Ну, окей, это функция отдельно. Нестана карта. Да, она позволяет делать кнопочку, в которой можно написать ВКонтакте не клиенту, а владельцу. Вот это написано. Ну, это можно не здесь делать. Здесь, вот можно указать адрес, который отображается автоматически на карте. Телефон, по которому... Короче, это встроенный Google Maps. Нестана карта. Смотрим пункт предыдущий. Я не знаю. То же самое, ну, как бы, новости, это RSS. Пункция новости и функция RSS. Вот она. Это ускоро. Отлично. Это просто плодим новости развития на несколько частей. Далее. Папки. Не знаю. Это очень простая, но полезная функция создавать, кратировать пунктов меню в одну папку. А, то есть, ты делаешь несколько пунктов меню, то есть, ты отказываешься в папку, а не в папке. Не знаю, зачем. Приложение будет, как делается, чтобы в один клик все делать, а тут предлагают папку в папку. Ну, не знаю. Радиостанция. Отлично есть. Отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, кто со смартфона слушает реально радиостанции до сих пор. Если такие люди есть, то, ну, мое большое уважение им, я таких людей не знаю ни одного. И не понимаю, зачем в приложении. Опять же, ну, представьте, вы заказали такси и, ну, тот же Uber, там, или, там, не знаю, другой херест по заказу такси. В нем есть функция радио послушать. Я понимаю, есть это социальная сеть ВКонтакте, где ты можешь там найти видео, ну, там, музыку, видео и послушать. Приложение-то зачем? Или вот приложение по заказу пиццы, по доставке пиццы. И вы серьезно будете в нем слушать радиостанцию, то есть, есть ли это не представляет. Сайт, интеграция, сайт. Отлично. Никки выше были, мужики были, промокоды. Скратчик карта. Как на... Скратчик карта. Ты можешь выиграть тупые задачи. Конкурса. Здравствуйте. Еще раз. Создание форм. Google форм. Это форм, да. Ссылки на сайте. Здравствуйте. Интеграция сайта, где-то оттуда. Сайт, ингредиция. И причем, картинка, как у новостей. Вот это, вот эти все, вот эти все функции вы получаете за 45 тысяч рублей до 100 установок на Android. Да, а дальше, видимо, абонентская плата уже немножко повышается. Таких каналов, то есть, вы можете увидеть в интернете очень много, где можно сделать такое приложение, где вы будете платить не абонентскую плату фиксированную, а зависимо от количества, сказать. То есть, если ваше успешное приложение, и оно хорошо раскрутилось, то вы платите больше. И вот если мы сейчас перейдем на сайт Иксапа, это то приложение, то платформа, на которой мы делаем приложение, Сергей, мы можем помочь на этой платформе сделать приложение, то вы увидите очень простую вещь, что с одной стороны, на этой платформе можно создать приложение действительно очень быстро. Это готовая, эта панель открытая, вот Сергея, вы видите, что на ней создано несколько приложений. На ней, во-первых, создать можно приложение быстро. Это важно сейчас, потому что важно, если вы за какую-то услугу заплатили, важно быстро ее внедрить в ваш бизнес-процесс и быстро начать пользоваться и получать больше прибыли. Второй момент. Очень важный, если мы сейчас быстро пролистаем функционал, то вы можете увидеть, что это действительно очень легко. Вы выбираете название, вы выбираете тип вашего бизнеса и фактически наполняете приложение, и все. Ваше приложение, оно готово. И следующий момент, тоже безусловно важный, что внутри вашего мобильного приложения вы видите всю статистику. То есть все сохранено внутри, вы видите сколько скачиваний, сколько просмотров. То есть абсолютно все данные вы видите, смотрите и можете на них влиять. И еще, если вы создаете приложение на платформе X-Up, то вы создаете приложение сразу на две платформы в одном. То есть создаваемые вами приложения можно сразу публиковать и в App Store, и в Play Market. Их не надо создавать отдельно. И очень важный момент. Приложение, которое вы получаете на выходе, является нативным. То есть написано на нативном коде. Спросить у программистов очень крутая штука. Приложение очень легкое, шустрое и очень удобное в пользовании. А как мы знаем, у большинства людей очень большая проблема бывает с местом на мобильном телефоне, на смартфоне. И поэтому это мега актуальная вещь. Потому что есть еще функция подключения каталога, то есть полноценного магазина, в который уже встроена система оплаты бесплатно. То есть у нас нет такой фишки, что за каждую функцию надо платить. Вы платите один раз и платите абонентскую плату. Все честно, открыто и сразу. Да, это на самом деле очень важно. И здесь видите, то есть фактически в интернете то, что есть, вот как мы начали говорить, да, то есть как создать мобильное приложение бесплатно. Фактически никак. Вы уж простите, да. То есть можно собрать его индивидуально под заказ. Будет ролик, мы обязательно расскажем, как это можно сделать. Можно создать приложение с помощью конструктора, можно на таком конструкторе, как у нас. И это действительно будет полноценным каналом продаж. Если для вас это видео было интересным, полезным, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, какие вопросы вам было бы интересно разобрать в следующих видео. Все, на этом наше сегодняшнее видео подошло к концу. Спасибо за внимание, ставьте лайки, все контакты и ссылки будут под этим видео. До свидания. Все, всем пока-пока.